Да, папа, масло сливочное это, конечно, сомнительная вкусняшка, как и кофе, как и энергетик, набрал ты, конечно, продуктов, ой-ой-ой. Пап, я взял тележку и кое-что придумал. О, а зачем ты ее взял и что ты придумал? Новый челлендж, согласен? Хм, ты решил меня снова обыграть? Ну, в прошлый раз, вообще-то, я проиграл. Давай новый челлендж, соглашайся, тебе понравится. Ну и какой, рассказывай, какой челлендж-то, условия хоть какие? На улице осень, серость, давай-ка челлендж, у кого больше серых покупок за 5 минут. И что, прям все-все-все, все что угодно серое покупать можно? Ну, вкусненькое и съедобное, погнали? Ну давай, время-то пошло уже. Так, надо поторопиться. Так, что-то в этом отделе с йогуртами вообще ничего серого нету. Хм, о, и Федор туда идет. А я ему не скажу, вот пусть тоже время тратит свое. Ага, папа ничего там не взял в этом отделе, значит, там ничего нету. Пойду сразу в другой, чтобы время не тратить. А я в чипсы сразу, что там ходить по тому молочному отделу? А вот и чипсы. Смотрите, ребята, как вы думаете, какой это цвет, черный или серый? Фу, снова ты, Федор Сергеевич, да? А что у тебя, совсем пусто, ничего нету? У тебя, я как погляжу, тоже не густо. А я вот, смотри, пачку чипсов нашел, видишь, серая. В смысле серая? Да тут черного больше, чем серого. Какая-то сомнительная покупочка у тебя, не по правилам. Нет, папа, там есть серый цвет. Если мы так будем придираться, вообще ничего не найдем. Я беру, а ты как хочешь, я пошел. Хм, а ведь Федор Сергеевич, в принципе, это прав. Если придираться, можно вообще ничего не найти. А у него уже одна покупка есть. Я не хочу проигрывать. О, чипсы, чипсы. Серая, ребята, серая. И серого достаточно много. Тоже беру. Так, ну серый цвет такой редкий. О, боржомин. Серый вроде серый. Берем, побежал дальше. Вот же ж, Федор, цвет-то придумал серый. Где я ему этих покупок серых столько найду? Да вообще сложно. Ну, может вот, разве что вот это, вроде серое. Беру, что остается делать. Так, что ж еще мне найти? О, вафелька серебристая, значит серая. Берем. Я в обычном, привычном для себя отделе не могу ничего серого найти. Ребята, это не так просто. О, может быть, вот халва подойдет? Ну, а что остается? Скажу серое. Да, задачу я задала себе и папе. Серый вообще редкий цвет. Голубой, белый хватает, а серого нету. Да уж, интересно. А вот, смотрите. Здесь присутствует серый цвет. Мне кажется, подойдет. Берем. Хм, это в целом отделе шоколадок. И только халву выбрал. Ничего серого нету. Так, надо что-то менять. А попробую-ка я поменять отдел и пойду в тот отдел, где я обычно не ходил. Так, о, сливочное масло. Ребят, смотрите, серое сработало. В смысле не вкусняшка? А если на батон намазать с сыром и с колбасой, это же бутерброд. А бутерброд вкусняшка. Так что беру. Лучше бы золотой цвет выбрал, гораздо проще. Так, может в холодильнике что-то есть. Так. Ага. Опачки. Что тут у нас? Розовый и серый. Пусть будет, я думаю, годится. Хм. О, мне везет. И я люблю кофе. А это стопроцентный серый цвет. И его здесь много. Отлично. Так, что ж у нас тут еще есть? Опачки, смотрите, ребята, серый кофе. Берем. Еще один, вот это мне повезло. Два кофе в одном отделе. Ха, сейчас я буду победителем. Так, во, точно, с этой стороны тоже кофе есть. Так, смотри внимательно, смотри внимательно. О. Вот здесь больше серого. Возьму еще кофейку. Ух ты. Какао-порошок. 99 и 98 процентов какао. Чем не серый, а? Клево. Так, интересный отдел. Тут должно быть что-то нужное. Опачки. Кажется, я вижу. Смотрите. Серое. Серое. Берем. Так, это бирюзовый цвет. Оп, тоже серый. Тоже берем. Отлично. Погнали. Уже время заканчивается. А время не остановить, ребята. Время летит. Может, о, оливки, маслины или как их там. Серая этикетка, серая. Все, времени нету. Осталось найти Федора и посчитаться. Походу, больше ничего нету в магазине. Опа. Привет. Время истекло. Давай считаться, что ты там понаходил. Ничего себе. А ты что нашел? Покажи-ка, покажи-ка. Да, не густо. Цвет я, конечно, придумал тот еще. Ну, давай будем твои, папа, считать. Ну да, ты в следующий раз цвет какой-то попроще бы придумывал. Серые вкусняшки. Да вот смотри, трудно было найти. Давай, начинай, считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, папа, масло сливочное, это, конечно, сомнительная вкусняшка. Как и кофе, как и энергетик. Набрал ты, конечно, продуктов. Ой-ой-ой. Ну, а что, масло на батон намазал? И кушай. Ты ж любишь бутерброды? Давай, не придирайся, надо твое теперь посчитать. Ты тоже, я смотрю, тут чего только не понабирал. И где ж это серое? Покажи мне, больше зеленое. Я не согласен, не считается, я это не буду считать. Ноль. Ничего себе, ну ладно, ладно. Ну, про это я уже историю слышал. Ладно, один, два, три. Три, четыре. Ага, смотри, ты тоже кофе взял, да? Да больше и брать было нечего, хорошо, что хоть кофе есть серого цвета. Согласен. Ну, имей в виду, цвет ты выбирал. В следующий раз лучше я выберу. Пять. Шесть. Семь. Все, последнее. Должна быть восьмая. А с чего ты взял? Розовая и белая. А тарелка на картинке серая. Не придирайся, папа, считай, и будет тогда ничья. И все, купим. Ну вот, прям если уже вот так вот к этому относиться, то да, тарелка серая. Ну ладно, восемь-восемь. Никто не выиграл. Самое главное, что никто не проиграл. Вот так вот. Ну я так понимаю, что ты предлагаешь купить все? Зачем нам дома столько кофе? Ну ладно, давай кофе поставим, выберем один. Только нам действительно так много не надо. И пошли на кассу. Согласен. Ладно, бери тележку, загоним. Пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok